Вот так, дамы и господа, выглядит дешёвенькая квартирка. Королевский замок за 210 евро в месяц. Старинное здание вокзала в Голландии. Бывший аэропорт в Великобритании. А за 220 евро замок в Ирландии. Вот этот дом когда-то принадлежал главному инспектору всех плотин Амстердама. Ему 350 лет. Инспектору, а дому, конечно. Сегодня это памятник архитектуры. Живёт в нём 23-летний Донован Палбери за 180 евро в месяц. Мне больше всего нравится, что дом такой старый, с историей. Представляете, я и в таком огромном доме. Круто, да? Донован – домохранитель. Он охраняет объект, пока хозяин не решит, что с объектом делать. Вот до тех пор Донован и занимает здесь несколько комнат. Это записано в договоре. И ещё другие правила. Мне нельзя в доме курить или устраивать вечеринки больше, чем на 10 человек. Условия здесь строгие. Это, как-никак, памятник архитектуры. Голландская контора недвижимости Камелот подыскивает жильцов для пустующих квартир и домов. Объектов – сотни. Но фотографий в интернете нет, чтобы грабителей не навести. Боб де Вильдер основал контору в 1993 году. Теперь у неё 15 филиалов по всей Европе, в том числе и в Германии. Более пяти тысяч объектов – офисы, школы, церкви, монастыри и замки. Домохранитель постоянно живёт в здании. Хозяева в разъездах. У них, может быть, в каждой столице по дому или по квартире. А мы обеспечиваем безопасность объекта, потому что дом жилой. Если ночью свет горит, это отпугивает злоумышленников. Доверяй, но проверяй. Вот, например, здание, где когда-то размещалось большое издательство. 3500 квадратных метров прямо в центре Амстердама. Сейчас здесь живут пять домохранительниц. Их регулярно посещают сотрудники агентства Камелот. Следят за порядком, справляются нет ли неполадок, чтобы вовремя отремонтировать здание. Толковый домохранитель должен понимать, что здание не принадлежит ни нам, ни ему. Что он может там жить, пока оно пустует. Поэтому мы подбираем ответственных людей, готовых выполнять наши условия. Да, личная свобода стеснена. Зато они живут в роскошных помещениях за символическую плату. Даже за воду и электричество платит хозяин. А ограничение такое. Хозяин может расторгнуть договор, и в течение месяца домохранитель должен освободить помещение. Тем не менее, только в Голландии 50 тысяч человек пошли на такие условия. Живу в самом центре. Район отличный, а квартплата сказочно дешевая. Трудно планировать. Я, когда въезжала, думала, повезет, так проживу с полгодика или около того. Поэтому мебель оставила у родителей. Ну что ж, теперь мебель можно и забрать. Покупателя на здание пока не нашлось. Так что домохранительницы могут и дальше здесь жить. Условия сказочные. Плата символическая. Редактор субтитров А.Семкин